Девочка-пай Девочка-пай Говорящий ворон на окошко сел И мое жилище с грустью оглядел Он меня не очень оторвал от дел Не сказал ни слова Дальше полетел Хм, странно-странно Чего прилетал-то? Ой, да он книжку принес Олег Григорьев Говорящий ворон Какая потрепанная Наверное, эта книжка Жила в вороньем гнезде И ее читали воронята Ой, здравствуйте, Людмила Валерьевна! Здравствуй, мыша! Здравствуйте, наши дорогие читатели и зрители! Как хорошо, что птица напомнила нам О замечательном поэте и его чудесных стихах Но книжечка Олега Григорьева такая тоненькая И старенькая И надо ее в ворону вернуть А вот тебе, мыша, новая Вот какая Пойдем читать? Да, пойдемте Пойдем читать Вот посмотри, мыша В этой старенькой книжке 30 лет Ух ты! А это новенькая Ее точная копия Это называется переиздание Переиздают книги тогда Когда и стихи И рисунки там очень хорошие А стихи Олега Григорьева Сразу вызывают интерес Мечты и реальность Сизов хотел быть птицей А в школу не ходить Над городом кружиться И комаров ловить Но не летал он птицей А по земле ходил За партой мог кружиться И двойки лишь ловил Двойки ловил За хвостик, наверное А вот еще Война Петров вел войну С двойками и единицами Вырывал листы Ловко складывал И они улетали в окошко птицами А скажите, пожалуйста Откуда прилетел к нам Сам Олег Григорьев? Издалека? Да, издалека Из Ленинграда Так назывался город Санкт-Петербург В те годы, когда там жил Олег Евгеньевич Он родился в 1943 году И прожил всего 48 лет Ой, как мало! Да, при жизни он успел издать Всего лишь три книжки для детей Но были детские передачи Веселая карусель, например И яркие, чаще всего короткие Стихи и рассказы Олега Григорьева Превращались в мультики Здорово! А-а-а-а! Ох уж эти мне стекольщики стеклодувы Подставили мне стекольщики стекло Что за стекло мне они поставили? Косое, кривое, с буграми, с пузырями Смотришь через его в искаженный мир И видишь вместо человеческих фигур, которые строят дом Фигурические челогуры, которые дуют стром Вместо рабочих в комбинезонах, идущих домой Какие-то ромбинзоны в заботине, грядущие за мной Я подрасколовать, они коченягами в мотобель Я от них по шарамырам вступальницу через вертобу на шпуль Они по винтягам за мной, нагорукно вертя и кулакно помахивая А навстречу будешь с чепуром на гулятине? Я в чепурклюх гавлатуловом Отчепурился, а мимо идут ромбинзоны в заботине Не узнали меня, ничего не поняли Ох уж эти мне стекольщики стеклодувы Опять кривое стекло поставь А давайте, Людмила Валерьевна, почитаем какие-нибудь стихи вместе Я так люблю Давай про школу Ты будешь учеником, а я учителем Глобус Дети, кто знает, что обозначает вот этот шар, насаженный на кол? Ну, это чучело земли Тебе кол Нет, это не чучело, а такая земляная голова Тебе два Да нет, это настоящая земля Но картоновая только Тебе тройка Я знаю Синяя это вода, а коричневая это земная корка Четверка Ой, это модель земли Только уменьшенная в сто раз Если посмотреть в микроскоп, можно увидеть себя и весь наш класс Это круглая карта, внутри пустая Ее можно пальцем вращать Пять Ой, как приятно пятерки получать Наверное, Олег Григорьев получал сплошные пятерки и был отличником в школе Нет, нет, отличником он не был Он был таким, как все его герои Прохоров Сазон, Сизов, Петров, Клоков Коля Когда-то он тоже озорничал, дрался и удирал от милиции Однажды во время встречи Олега Евгеньевича с ребятами кто-то из них спросил А сколько росту вы весите? Он, не задумываясь, ответил Метр семьдесят килограмм Как интересно! И рост и вес сразу сказал Кажется, что это второклассник Олег размышляет Где справедливость? Клоков получал единицы, а его называли двоечник А я получал двойки, тройки, четверки, пятерки А меня называли троечник А теперь представим, что другой школьник прибежал в класс с новостью Стихотворение Клякса Вы слыхали? Учитель поставил Кляксу в журнал на самую главную страницу Я это сам видал Вот бы на мою единицу Ой, вот бы на мою двоечку Ой, только бы не на мою троечку Да, так, наверное, бывает Жалко терять заслуженную отметку Пусть даже это всего лишь троечка А если не троечка, а двоечка Стихотворение Что ты делаешь? Что ты делаешь? Двойку стираю Я этого не одобряю А как ты сам поступаешь? Я просто весь лист вырываю Ха-ха! Надо же, как смешно! Но по-хулигански рассказано про неправильные поступки Кстати, и сами стихи какие-то неправильные Вроде бы складно, а строчки неровные Да-да, это такая особенность О поэзии Олега Григорьева Впечатление такое, что всё это рассказывает ребёнок Ага Или очевидец Например, вот такой битвы Сидит Славочка на заборике А под ним на скамеечке Боренька Боренька взял тетрадочку Написал Дурачок ты, Славочка Выну, Славочка, карандашище Написал в тетрадь Ты, дурачище Борище взял тетрадищу Да как треснет по лбищу Славищу Славище взял скамеищу Да как треснет Борищу в шеищу Плачет Славочка под забориком Под скамеечкой плачет Боренька Ой, как забавно Они дрались, как блинные богатыри Тетрадищей, скамеющей А потом бойцы вспомнили Что они мальчишки Славочка и Боренька И стали плакать А началось-то всё с чего Один другого обозвал дурачком Смешно, и мы улыбаемся Или тихонько смеёмся Хоть смеялся я тише всех, но от смеха под парту съехал Потому что беззвучный смех самый сильный из всех смехов А я, а я люблю смеяться громко И хихикать тоже люблю Тогда смейся дальше Стихотворение «Бабушка» Старая слабая бабушка оставила дома ключик Звонила старая бабушка Но не открыл ей внучек Старая бабушка ухнула В дверь кулаком бахнула Дубовая дверь рухнула Соседка на кухне ахнула Качнулся сосед на стуле Свалился с кровати внучек Упала с полки кастрюля И бабушкин маленький ключик А я прочитаю съедобный стишок Почти что про меня Ой, да что почти что Точно про меня Скромность Что ты хочешь? Ватрушку, сыра, мёда или лимонада? Что вы, что вы! Мне так много не надо! Я только ватрушку макну в мёд Положу сверху сыр И всё запью лимонадом Это напомнило мне Винни-Пуха Который хотел и сгущенки И мёда, и всё сразу И можно без хлеба Ой, без хлеба нельзя! Как это без хлеба? Батон С длинным батоном под мышкой И с булочной шёл мальчишка Следом с рыжей бородкой Пёс семенил короткий Мальчик не оборачивался И батон укорачивался Посмотрите, какая картинка хорошая! А вот ещё одна! И к этому же стихотворению! Да, художница Елена Кузнецова И художник Игорь Новиков Они оба по-своему нарисовали А какая тебе картинка мыши больше нравится? А вот эта, вот эта! Игоря Новикова, она смешнее И солнышко там тоже смеётся! Как важно нарисовать Удачные иллюстрации! Да, да, да! Чтобы они и автору понравились И читателей порадовали! А в этом сборнике Олега Григорьева Хулиганские стихи Каждую страничку Надо внимательно рассматривать Художник Николай Воронцов Вокруг маленького стихотворения Муха нарисовал целый мир Тонет муха в сладости В банке на окне И нету в этом радости Ни мухи и ни мне Ой, да тут сплошные мухи! Вон, вон, смотрите! Мамочка-муха кричит сыну, Который в борще плавает Сынок, далеко не заплывай До картошки и обратно! А вот муха на подоконнике Из варенья кричит Сос! Тонет, значит! А вот даже муха-слон сидит! Вот это да! Да! И на развороте страниц 22-23 Тоже есть что посмотреть! Давайте посмотрим! Из дома в дом трубу несут Веселых пять ребят Смотри-ка! Восемь ног идут, А две ноги висят Да тут не только две ноги висят Веселые ребята несут еще кое-кого А кого, пусть ребята сами узнают А еще я предлагаю найти ребятам Местечко на странице, Где скрывается сам поэт Олег Григорьев Ой, Людмила Валерьевна, смотрите! Вот эти книжки настоящие, обычные А это маленькая какая-то, самодельная Это книжечка-вкладка Серединка из журнала Веселые картинки И в веселых картинках И в Мурзилке Печатали стихи Олега Григорьева Я прекрасно помню С чего началось Мое знакомство Со стихами Олега Григорьева Рыли яму глубоченную Получили гору высоченную А теперь читаем мышечка вместе Яма Яму копал? Копал В яму упал? Упал В яме сидишь? Сижу Лестницу ждешь? Жду Яма сыра? Сыра А как голова? Цела Значит живой? Да живой Ну я пошел домой Как же мне весело И замечательно Какие все-таки У Олега Григорьева Стихи интересные Вот прям целый день По его книжкам Бегала и шуршала Бегала и шуршала Давайте просто еще Почитаем стихи Олега Григорьева Самые короткие И самые известные Давайте, давайте Валенки На заборе валенки Вверх ногами сохли Значит эти валенки Вниз ногами Мокли Стук Я взял бумагу И перо Нарисовал утюг Порвал листок Швырнул в ведро В ведре раздался стук Лед Чтоб на льду Не растянуться Лег Сазонов На живот Ведь не может Поскользнуться Кто не едет А ползет Выдержка Вы будете С нами Обедать Я пообедал И теперь Каюсь Но если вы Так настаиваете Я буду сидеть Пока не Проголодаюсь Ой-ой-ой-ой-ой Ай-ай-ай-ай Что случилось Мышенька Кажется Я проголодалась Ой Должно быть Чтение стихов Вызыывает Аппетит Конечно Мы желаем вам, ребята, чтобы аппетит ко всему хорошему в жизни вас никогда не покидал Читайте книжки и будьте счастливы До свидания До новых встреч, уважаемые ребята и дорогие взрослые Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok